Компуктер, компуктер, компуктер. Часик в радость, чифер-сладость, яканы! И сегодня у нас новогодняя КОКОКОКОКОКОКОМБО! И, ну почему я так сказал? КОКОКОКОКОКОКОКОКОКОМБО! Потому что идет наступающий грядущий год админов, видеоблогеров, бьюти-блогеров, ДИС-ДИС... Не, я не хочу этого слова произносить. Лайф-блогеров. Лайф-блогеров. Год петуха! Ура, товарищи! Вот Миша Мамаша, кстати, у меня было. Жека, наш с тобой год. Ну ладно, ладно, не будем об этом. И сегодня у нас в гостях, ну, как вы все уже узнали, Жек Вальнов, знаменитый пранкер в Сея-Руси и несравненная, великолепная, очаровательная Валентина или известная в миру как порнозвезда Джина Джерсон. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие ребята. Как бодрость духа, например? Бодрость бодрая. Давай Валентине дадим слово, как девушке-девушке. Валентина, как бодрость духа? Подожди, что ты там сказала? Добрость буха. Бодрость духа. Бодрость духа, ну как всегда бодрая, как же может быть иначе? Отлично, Вальнов, а как у тебя, как самочувствие? Ну, слушай, скоро, наконец, начнется 17-й год, понимаешь, это лучше, чем 16-й, в любом случае. Хуже, чем 16-й, по-моему, это не могло. Ну вас нахрен, все, я понял, хорошо. Все довольны, все ждут. Не важно. Так, давайте, ребята, теперь будем задавать вопросы. Я сегодня подготовил вопросы, мне ребята тоже в личку кидали. Значит, Валентина, у нас тебе с Жекой есть вопрос. Сегодня будем чередовать сначала я, а потом Жека будет задавать вопросы. Так, поговорим сегодня о новогоднем порно. Валентина, есть какие-либо, может быть, традиции, какой-нибудь особый вид порно? Ты снималась, может быть, на Медне в новогоднем порно? Какие-нибудь, может быть, костюмы? И я не знаю, какие-нибудь приколы новогодние есть? Что-нибудь в мире порноиндустрии? Вот что меня интересует. Объясни, пожалуйста, нам, нашим слушателям. Ну, ребят, по поводу порно Нового года, вы, наверное, меня спрашиваете по поводу съемок. Да, 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 да. Снималась ли ты вот недавно, допустим, в каком-нибудь... С Санта-Клаусом, например. Да, тематическом, тематическом. Мы начинаем работать с Санта-Клаусами и Снегурочками еще с начала декабря. То есть это все происходит в начале месяца. То есть все вот эти вот видео, которые пойдут апдейтами на сайт заранее, под Новый год, это все начинает сниматься с начала декабря, конца предыдущего месяца. Поэтому у нас, так сказать, Новый год, он как начался в начале декабря, так он и все, и идут праздники. Поэтому это вы начинаете отмечать 31-го в ночь, а мы уже празднуем весь месяц. Мы простые смертные, простые смертные. Да, мы простые смертные. То есть у вас целый месяц. Да, 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 отлично, отлично. Мэри Крисмас, тут более популярный. Как-то Новый год, я не чувствую такого прям атмосферы праздника, либо атмосферы чего-то такого большого и грядущего, как это происходит в России. То есть в России, мне кажется, более люди ждут. А здесь более популярный вот этот вот Крисмас, Рождество. То есть все люди, которые весь год откладывают деньги, копят, все жду с нетерпением, как у нас в России Нового года. Я вижу, что здесь это больше относится к Рождеству все-таки. Отлично. А у тебя есть, тебе, допустим, больше нравится сниматься от каких-то тематических видео или, ну, в принципе, все равно. Но может, есть какая-то атмосфера праздника, что-нибудь? Ну да, конечно, тут уж что-что скрывать. Конечно, когда нас одевает в Снегурочек Деда Морозов как-то веселее духом и все-таки интереснее, и мы сами улыбаемся больше и смотрим на это все как вот... Ну, сам понимаешь, вроде как костюмированное шоу или некостюмированное шоу, разница все-таки есть. Поэтому, ну, весело. Поэтому мы рады. Атмосфера праздника присутствует, да? Да. Жек, Жек, спроси что-нибудь, задай какой-нибудь ломовейший вопрос, например. А вот мне вот очень интересно, а бывают вообще у вас корпоративы ваши, значит, когда вы компаниями знакомых давно и глубоко знакомых людей устраиваете, значит, пьянки? Многим знакомых. И вообще, как это происходит? Не одна тысяча людей. Просто классический корпоратив, он позволяет людям, которые давно вместе работают, набухавшись, сказать или сделать все, что они хотели сделать давно. А тут как бы уже все сделано. И чем вы занимаетесь тогда на корпоративах? А чем мы занимаемся? Вот хотите удивляйтесь, хотите нет, вот просто собираемся вот таким дружным коллективом и проводим время. Кто-то так же выбивает, кто-то не выбивает. Потому что вы простые смертные люди, держите все это в себе до первого корпоратива, а потом у вас это все выходит, это все наружу. Все, что хотели сказать, говорите, все, что хотели сделать. Вот сейчас вы с пьяной это делаете. Ну, у нас, наверное, все это более спокойно, потому что все-таки, как ты заметил, все мы уже сделали, все, что нужно было, все, что хотели, уже сказали. Я люблю на самом деле вот эти корпоративы, мне составляет действительно удовольствие, потому что ты в кругу людей, которые тебя понимают, занимаются тем же самым, что и ты. Ну, чувствуется как будто дома. А как это происходит? То есть вы в каком-то клубе или в заведении или у кого-то дома? Да, по-разному, по-разному бывает. Чаще всего мы собираемся в ресторанах, так как по клубам я не хожу, я не присоединяюсь к таким корпоративам, но я люблю, когда вот дома мы собираемся у кого-нибудь. Ага, и как атмосфера царит на этих корпоративах. Кстати, вот когда вот было вот Рождество вот это вот здесь европейское, которое в России мы вообще не отмечаем, и как-то я тоже, все-таки, несмотря на то, что я приехала жить, работать в Европу, это не делает меня европейским человеком нисколько, поэтому все отмечали дома и меня пригласили в гости, то есть тоже я присоединилась к этому праздниству. Да, мы были дома в этот раз и было очень весело, потому что народ весь собрался свой и народ собрался весь понимающий, как сказать, скажем, в теме. Ну, было весело, ничего особенного мы такого не делали, как многие могут подумать, никаких там сексуальных оргий мы не устраивали. Ну, вот так вот посидели подружить. И чуть-чуть, не совсем, даже ни капельки. Нет, мы, кстати, была тоже, была предложена тема, что мы одевали Деда Морозов, я тоже одевалась, и мы ходили из бара в бар вот в этих вот костюмах, то есть, ну, нам было весело вот так, так вот мы развлекались. То есть, может быть, вы подумаете, что вне камеры мы какие-то сумасшедшие, и что какие-то у нас там идеи фиксы, мы все время чем занимаемся, только занимаемся сексом. На самом деле это не так. Отлично. Валентина, а как ты сама отмечаешь Новый год? Ну, вот в этот раз ты сказала, что ты на корпорации, неважно, Новый год, Рождество, я имею в виду весь цикл этих новогодних зимних праздников. Как ты сама отмечаешь? Я имею в виду, может быть, ты сама сидишь, Новый год отмечаешь, ешь оливье, что ты держишь? Ёлка у тебя есть? Да, ёлка точно. Ёлка, есть ли ты? Ёлки нету. Ёлки у меня нету, объясняю почему. Объясняю почему, потому что планируется отмечать это все-таки в гостях, и я просто не стала этим заниматься, потому что я живу одна. То есть, нет никакой компании, нет никаких, как сказать, румейтов, как было до этого раньше. То есть, раньше, когда я жила с кем-то, это было как-то интереснее наряжать, атмосфера какая-то и все это. А сейчас, когда я стала жить одна, снимать квартиру отдельно, мне не чувствую, что я хочу это делать. Может быть, потому что приятно все-таки прийти в гости, когда тебя позвали, и все-таки присоединиться к этому празднику. Ну, вот так в этом году будет. Мы также соберемся корпоративом, также будем отмечать. Отлично, отлично. Жек, хочешь что-нибудь, какой-нибудь вопрос задать, например? Ну, кстати, вопрос по поводу, раз уж мы говорим о новогодних традициях, да, то как насчет мандаринок? Мандарины, да, мандарины это да, мандарины и шампанское обязательно. Ёлки нет, а мандарины и шампанское это обязательно. Кстати, можно было дома поставить маленькую ёлочку, можно было бы даже ёлочку в каком-то горшочке себе купить. Я так делаю. Да, я так делала в прошлом году, скажем так, такой символ нового года, но не делайте, не собираюсь отмечать его дома. Я всё-таки буду с друзьями, поэтому я решила, что, наверное, это не обязательно. Отлично. А вы дарите друг другу подарки? Да, мы дарим друг другу такие небольшие презенты, потому что это очень такая милая традиция и, как сказать, ну, это внимание, да, мы это делаем. А что тебе в последний раз подарили на Рождество или на Новый год? Да, на Рождество последний подарок это была лампа, такая секси-муд, которая переключается свет, и меняет лампочки. Мне сказали, что это вот специально для секси-муд. Ну, я ещё, честно, честно, я ещё не пробовала, но стоит. Отлично, отлично. А ты сама что даришь своим коллегам или друзьям? Я стараюсь такие не сексуального плана подарки, всё-таки более людские. Например? Например, такие всякие там шапочки новогодние, кружечки, что-то такое миленькое. То есть мы в порно, да, мы всё-таки всё это про секс, но как-то почему-то не создаётся какого-то, не появляется какого-то желания дарить вот эти вот подарки сексуального характера. То есть я, ну, более такие приземлённые, иногда мы спрашиваем друг друга, а что бы ты хотел подарок? Знаете, люди обычно здесь такие всё скромные, более чем простые люди. Вот у меня просто есть друзья, которые, они вне бизнеса, они, скажем так, ну, простые люди, да? Давайте их так называть. И вот, скажем так, вот спросишь у них, что бы ты хотел, какой подарок? Тут мне вот сразу и говорят, вот такой подарок. А вот когда спрашиваешь у коллег, с которыми плотно, тесно общаешься, дружишь, то есть почему-то, как я вижу, что люди всё время, я не знаю, мне всё равно. Ну, то есть как-то, ну, что подаришь, то подаришь. То есть я вот вижу вот это, то, что люди… Ну, главное же не подарок, а внимание, правильно? Да, да. То есть как-то приятно, когда мы собираемся вместе и чувствовать того, что мы вот как вот что-то сейчас собираемся делать вместе. То есть не по одному, скажем так. Синергия, синергия. Отлично. Жек, задай вопрос об Оливье, ты хотел задать. Ну, да, это вопрос о моноринках. Значит, не скучаешь ли ты за новогодним Оливье, как за традиционным таким атрибутом Нового года в принципе? Да, вот скучаю, скучаю, потому что, объясняю, ещё раз повторюсь, что вот здесь в Европе нету такого ажиотажа, что Новый год. Да, понятно, но Оливье же можно самому скрафтить. У тебя не было идеи, значит, приготовить… Ну, может, буду дома сидеть и сидеть вот это вот крафтить, как сказать. Так немного, тебе же, тебе много его не нужно, ты его чуть-чуть приготовила, а атмосфера есть, у тебя есть маленькая ёлочка, маленький тазик с Оливье. Алло, мне Родман, приходи, Оливье есть. И всё. Да? Нет. Класс. Нет, на самом деле, на самом деле такого нету. Пойти мандаринку пить шабанку поставить. Захвати провансаль, да? Это нормально. Ну, хорошо, а вот, ну, ты скажи, ты вообще, как ты оцениваешь, если же говорить про Новый год, как про какой-то чекпоинт, да? Как ты оцениваешь? Лично для тебя 2016 год, он продуктивнее, чем 2015? И как ты думаешь, будет ли, каким будет 2017? Ну, я считаю, что каждый мой год только лучше и лучше, но я не могу сказать, что предыдущий мой год был, чего-то там недостаточно. Поэтому, как сказать, я не могу сказать, вот когда в детстве, да, когда мы были всё-таки маленькие, или когда даже там в студенчестве, когда мы все были не такие взрослые ещё, то вот эта вот атмосфера, она праздника, она была, чувствовалась больше. То есть, мы как-то этого ждали, всего это. А когда ты взрослеешь, это уже принимается, как, ну, ну, какой-то день, когда все будут праздновать. То есть, и ты тоже настраиваешься на это, но уже такого ажиотажа, такого нет. То есть, я по себе даже чувствую, что чем взрослее я становлюсь, то тем как-то воспринимается, как более, ну, обычный день, но это выходной. Ну, давайте учитывать то, что для меня, в принципе, каждая неделя, каждый день это не начинается с 8 утра и не заканчивается в 9 вечера. Я понял, я не совсем об этом спрашивал. Ну, просто если оценивать все твои усилия, все твои усилия, которые ты применила в 2016 году и получила обратную связь, и сравнить их с 15-м, и о том, как ты думаешь, как это будет в 17-м, понимаешь? Я конкретно говорю о продуктивности. Статистика, статистика. То есть, кажется ли тебе... Ну, я не человек статистики. Я просто думаю, что в следующем году все будет еще лучше, потому что мне просто этого хочется. Ибо, опять-таки, в прошлом году ничего плохого не произошло, поэтому мне тяжело сказать, что какая-то градация или деградация... Ну, у меня все хорошо. Это самое главное. Жека, вот у меня к тебе есть вопрос. Валентина говорит, что это воспринимается как уже что-то такое обыденное и все такое, но я знаю, что ты можешь как-то приукрасить этот праздник. Как весело его провести. Жека, вот я ломаю голову, не знаю, как же мне Новый год встретить. На самом деле, я тебе скажу, это актуальный вопрос, особенно, знаешь, для людей, у которых нету каких-то, знаешь, нету вокруг друзей, которые к себе позовут. Они называются школьники. Нет, не обязательно, почему? Не у всех есть друзья. И ты знаешь, я нашел решение этого вопроса. Это конфач, потому что конфач доступен через интернет. Можно даже вообще, можно в телефон, в телефон поставить приложение, и ты уже в конфаче. И, кстати, ну вот такое вот место, где люди собираются, понимаешь, вместе. И на Новый год, например, я вот собираюсь обзванивать всех своих прошлых жертв, которыми я когда-то звонил, у меня здесь их телефоны, понимаешь, я буду звонить. Абрамов будет? Абрамов обязательно будет. Я жду Абрамов, а Еботска будет? Ну, я попробую ему позвонить, может быть, он ответит. Ну, короче, вот все вот те, кого ты можешь перечислить, номера у меня есть, понимаешь. Поэтому, если вы не знаете, где провести Новый год, конфач это лучшее место. Ссылочка в описании. Конфач, ребята, ссылка в описании, проходите, там Жек Вальнов, Жек Вальнов всех собирает. Валентина, зайдешь как раз, посмотришь и знакомишься. Нет, я хочу друзей встретить, я хочу реальных людей, которых я знаю. Нет, нет, конечно, 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 потому что у тебя есть такая возможность. Но есть люди, у которых я нету. Я не знаю, что я не знаю. И для них есть тоже решение. Отлично, отлично. Итак, дорогие друзья, давайте пожелаем чего-нибудь хорошего, позитивного. Да, блин, позитивного у меня всегда с КВД какие-то у меня ассоциации. Ну, чтобы не такого позитивного, не такого. Там не позитивное, а положительное. Давайте пожелаем ничего не негативного. Один позитивный. Ну, вот видишь, там ЗОЖ на крестах, кресты бывают и на сифилис. Ну, не суть. Жек, давай начнем с себя что-нибудь хорошего без крестов, без сифилиса. Давай. Ну, смотри, я думаю, что, во-первых, все, кто посмотрели этот ролик, у них уже все будет хорошо, значит, в следующем году обязательно. А тем, кто поставил лайк, тем, кто поставил лайк X2, а тем, кто репостнул, у тех вырастет, да. Отлично. Валентина, пожелай чего-нибудь хорошего нашим телезрителям. Я могу пожелать того, чего необходимо, наверное, каждому человеку. Это вот найти людей, которые тебя понимают, любят, воспринимают таким, какой ты есть. Побольше позитивных эмоций, побольше разнообразия в жизни. И вообще, как сказать, желаю всем людям быть поближе к своим родным и близким, особенно к своей семье. Потому что иногда получается так, что ты уезжаешь в Европу и встречаешь Новый год по-европейски. А ты можешь пожелать Александру, вот моему другу, у нее недавно кухня сгорела. Пусть он не расстраивается обязательно, все будет хорошо, он ее отстроит. Да бог с ней с кухней, главное, что здоровье на месте и мама-папа живы, все. Мне кажется, все остальное сладко. Дрова нахрен сгорели и уголь. Ну не тут, ладно. И шесть котов сгорели. Вот, Вальнов, если ты не знал, шесть котов сгорело. Они же вот когда пожар начинается, они не выбегают, не эвакуируются. Лапкой он же не может открыть. А они забиваются там под холодильники куда-то. И все, они прячутся. И шесть котов нахрен сгорело. Ну что ты нам рассказываешь в новогоднем выпуске про блин, про коты? Так просто он рассказывает, как его кореш избавился от шести котов и кухни, и все. Да нет, 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 это страшно. Хорошо, что батя успел этот, как он называется, баллон с газом откатить, что ни хрена там не взорвалось. Это да, это да. Ребята, ладно, я от тебя и желаю. Дорогие друзья, я вам по секрету скажу, как необходимо готовиться к следующему году. Ребята, говорят, тут большие перемены. Только по секрету. Короче, ребята, если у вас есть лишние деньги, вы едите в магазин. Нет, вы, конечно, в донате с бабулей на бич-пакет, вся эта штука, это само собой. Да, 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 это само собой. Но каждый день, едя в магазин, вы берите баночку по баночке тушеночки. Раз, 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 раз. Нет, конечно, там Третья мировая война, говорит, на пороге. Конечно, ее не будет. Но предупрежден, значит вооружен. По баночке тушеночки каждый день. Раз, 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 раз. Если придет беда, ребята, то... И соль и спички. Соль, спички, сахар, тушенка, только в не стеклянных банках, а в жестяных. Про сахар я сказал. Так, так, что у нас еще? Ну, можно, допустим, купить какой-нибудь дорогой алкоголь, только шоколад, шоколад, черный, горький, дорогой алкоголь. У нас же ЗОЖ на крестах, мы не бухаем, все такое. Только потом можно будет в каких-то пиках вариантов менять на провизию, на что-нибудь. В общем, ребята... На патроны. Ну, не на патроны, неважно. Я просто вас предупреждаю, ребята. Предупрежден, значит вооружен. Ну, вы понимаете. Вот, все. Дорогие друзья, я желаю вам счастья, удачи и, главное, же здоровья. Ну, конечно же, отменной твердой эрекции. Как, ну, период кубертата, например, да. Ну, что ж... Кстати, да, кстати, да, кстати, да. Отлично. Валентина присоединяется и Жек, конечно, тоже. Вот. Желаю, чтобы ваш пистолет не давал осечку. С вами был Жек Вальнов, пранкер Сиаруси, Валентина, она же в миру Акаджина Джерсон и я, Хикан Намбаван. Дорогие друзья, ставьте классы, подписывайтесь на наш канал, донайте на бабулиночь пакета, заказывайте рекламу ссылки и переходите в описании. Там все ссылки. А сейчас все. Пока-пока, пока-пока. У-у-у-у-у.